Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры, оказание медицинской помощи. Именно на это направлен одноименный федеральный проект. Он реализуется и на территории Курской области. По итогам его исполнения наш регион в десятке лучших среди субъектов страны. Ремонт больниц и поликлиник, их оснащение современным оборудованием, внедрение так называемых бережливых технологий. Но все это не будет работать без человека. Врача, который назначит обследование, поставит верный диагноз и разработает план лечения. Сегодня кадровый вопрос один из главных в российском здравоохранении. Подготовка узких специалистов для детских медучреждений – одно из приоритетных направлений. Их не хватает, в том числе и в нашей области. У нас на сегодняшний день не оказываются хирургические виды медицинской помощи. Поэтому в штате хирурга у нас нет. Но с учетом потребности региона, конечно, потребности в детских хирургах, урологах-андрологах, нейрохирургах, таракальной хирургии и так далее. То есть узкоспециализированные специалисты, которые на сегодняшний день должны быть в регионе. Как правило, нехватку докторов компенсируют за счет взаимодействия с федеральными клиниками. При выявлении сложных патологий или постановке серьезного диагноза маленькие пациенты направляются туда. Связь со столичными коллегами местные врачи держат в том числе и в режиме онлайн. Московские специалисты и сами регулярно приезжают в Курск, проводят приемы. Профессора Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Михаила Зеленикина в областной детской больнице знают многие. Здесь он частый гость. Консультирует родителей с малышами, дает рекомендации, а когда это необходимо, направляет на операцию. Мы даем направление, даем дату, присылаем вызов. Родители собирают документы, анализы, приезжают. Все это абсолютно бесплатно за счет средств федерального выбора этого. Ежегодно в России рождаются до 150 детей с пороками сердечно-сосудистой системы. Оперируются до 70 ребят. В течение дня Михаилу Зеленикину с коллегами удалось принять около 50 малышей. Квалифицированную помощь получил каждый, в том числе и дочь Юлии Митрохиной. В процессе обследования выяснилось, что у ребенка моего открытый артериальный клапан. Пригласили нас на обследование московского специалиста. Все очень быстро. Сами позвонили, назначили время. Сегодня все прошло очень быстро. УЗИ. Мы записались к данному специалисту в платную поликлинику. Ждать достаточно долго, около полутора месяцев. Может быть, чуть меньше месяца. А здесь вот он принимает. Вообще очень довольный. Все быстро. Диагноз подтвердился. Ничего серьезного. Просто наблюдать. Иногда у родителей просто нет времени ждать, пока московские медики приедут в Курск и осмотрят ребенка. Порой счет идет на часы и даже минуты. И именно в таких случаях в дело вступает санитарная авиация. Новейший вертолет «Ансад» прибыл в регион в Майи и сразу же заступил на боевое дежурство. Сегодня на его счету около 80 вылетов. Экстренно эвакуировали в том числе и 22 ребенка. На борту маленьких пациентов сопровождает врач-анестезиолог-реаниматолог и медсестра-анестезист. С ними не страшно, ведь они для малышей как Чип и Дейл из любимого многими мультика. Малыши из глубинки нуждаются и в консультационной помощи. Медики Курской областной больницы регулярно выезжают на приемы в районы. Маленькие пациенты и их родители специалистов из Курска всегда ждут с нетерпением и надеждой на выздоровление. Давайте отправимся на один день в Щегры. Коридор детской поликлиники заполняется с самого утра. На долю этих ребят выпали совсем не детские испытания. Почти у каждого серьезный диагноз. В очереди и трехлетний Женя Петрищев. У него бронхиальная астма. Консультация специалиста просто необходима. У нас до этого были проблемы, но астма у нас еще не была поставлена. А потом, когда началась весна, то нам стало как-то хуже. Началось обострение, поэтому мы сейчас занялись лечением. У нас, конечно, у доктора хорошие педиатры, но все-таки это узкая специализация и аллергологов у нас нет. Пока мальчик чувствует себя неплохо, повода для паники нет. Однако медики порекомендовали все-таки лечь в больницу, чтобы определить тактику дальнейшего лечения. Однозначно нужно планировать госпитализацию в областную детскую больницу к нам, для того, чтобы там провести специфические обследования. Как правило, это занимает не больше недели. Мы проводим комплексное обследование, выявляем причины значимой аллергии. Число детей с аллергическими заболеваниями в мире неуклонно растет, констатируют медики. По оценкам экспертов, уже к 2040 году каждый второй житель планеты будет страдать от этой патологии. Еще одно заболевание, которое стремительно молодеет – сахарный диабет. Именно этот диагноз несколько лет назад поставили Алексею Мироненко. С тех пор его жизнь поменялась. Подросток нуждается в наблюдении специалистов. Допустим, что-то нас интересует. Мы сейчас узнаем все вопросы, как говорится, по поводу… Нам нужно добавить инъекцию, скорректировать дозу где-то, что-то дополнительное нам нужно попить. Наша патронажная медсестра нам всегда звонит, и мы рады этому, и мы приходим, так что пусть еще даже чаще приезжают. В практике выездных приемов уже не один год. Курские медики проводят плановые осмотры больных, а также навещают юных пациентов, находящихся на палеотивном лечении. Дружба у нас давнишняя, долгая, продуктивная. И в результате этих осмотров, конечно, получается самое главное, что без выезда в область все на месте. Ребятюшке помощь оказывается, корректируется лечение, кому, если нужно, дается направление на стационарное лечение. В общем, мы в очень хорошем таком тандеме работаем. В рамках программы развития детского здравоохранения поликлинику Прищегровской ЦРБ оснастили современной техникой. Полностью укомплектован офтальмологический кабинет. Необходимое оборудование закупили в прошлом году. Теперь пациентам на месте могут провести дополнительные обследования. На создание условий для пациентов и работы врачей в детские поликлиники направляются сотни миллионов рублей. На эти цели обновляется в том числе и оборудование. В общем, делается все, чтобы в медицинских учреждениях было комфортно находиться и трудиться. Например, как в поликлинике номер 8. Ее построили еще в 1990-м. С того момента в этих стенах капитальный ремонт не делали. До прошлого года. Масштабную реконструкцию провели в рамках нацпроекта. Появились игровые зоны, стало проще записаться к врачу и ориентироваться в здании. У каждого этажа теперь свой цвет. На входе есть подъемник для маломобильных пациентов. А вот вопрос с парковкой до сих пор решен не был. Имеющихся мест недостаточно, а поток пациентов значительный. До 450 посещений в смену. Ну, возле где-то поликлиники. Там есть, но она маленькая, наверное, очень. Нужно, конечно. Есть детишки все-таки маленькие, есть детишки какие-то плохо себя чувствуют. Конечно, надо родителям иметь какую-то парковку. Здесь она очень маленькая, да, парковка только с той стороны. Отъехать такси, даже когда подъезжает, очень сложно. Обычно вот сюда, к Европе. Просьбы родителей были услышаны. На месте этих зарослей уже к концу сентября должна появиться новая парковка на 37 мест. Ее ждали и сами медики. Припарковать где-то около поликлиники и чтобы недалеко было нести ребенка в лечебное учреждение было проблематично. Поэтому мы очень рады, что городские власти все-таки услышали просьбы наших пациентов и организовывают нам достаточно большую парковку. Без новой парковки, но хотя бы в новых просторных кабинетах мечтают работать медики областной детской больницы. Выбирать не приходится. Трудится в стесненных условиях не первый год. Поток пациентов огромный. Маленьких курян сюда везут со всего региона. Поэтому новое здание не просто прихоть, а острая необходимость. В ближайшие годы этот вопрос должен решиться. Уже одобрен проект по строительству многопрофильной детской больницы на проспекте Плевицкой. Это очень важное, значимое, знаковое, я бы сказал, событие, потому что в Курской области никогда, ни в годы советской власти, ни в постсоветский период новой истории России, детские лечебные учреждения такого уровня не строились и не модернизировались. Работы по возведению лечебного учреждения начнутся в следующем году прямо на этом месте. Таким образом, детская больница будет расположена рядом со взрослой областной и перинатальным центром. С точки зрения взаимодействия это идеальный вариант. Уровень оказания помощи юным курянам повысится в разы, уверены специалисты. Редактор субтитров А.Семкин